Так, Артем Клепов, большое спасибо за донат, я сразу предупреждаю всех уважаемых мимо крокодилов и всех, собственно, беременных девочек и ценителей, как это называется, господи, клуба благородных девиц, да, типа, что у меня здесь мат, я буду ругаться матами, матом, вот поэтому, кто это не приемлет, то, пожалуйста, не разочаровывайтесь, не смотрите. Значит, город Маршанск, Тамбовская область, Артем Клепов, спасибо за донат, давай сделаем обзор, значит, ну, наверное, я начну где-нибудь отсюда и пойду потихонечку туда куда-то в сторону, надеюсь, сейчас не перепутать, куда идти, надеюсь, что я иду сейчас в город. Да куда же он меня все равно куда-то ставит, черти куда, я не пойму, вот что это за какой-то вот, не знаю, как-то вот Google мне не нравится, вот все-таки Яндекс лучше, но, к сожалению, в Яндексе нет. А, вот так я могу сделать, все, так, и я иду в обратном направлении, неправильно шел, все, теперь пошел правильно, убираем и идем потихонечку, входим, так сказать, вот с той стороны, с которой мне вздумалось, мы входим в город Маршанск. Google убогий, абсолютно отвратительный, медленно грузится, но, к сожалению, Яндекс вообще какого-то хрена не добрался до города Маршанск. Давайте посмотрим, сколько там населения, 37, ну, почти 40 тысяч человек населения. Угу, так, пятно какое-то вот это вот, вообще какая-то фигня, то ли не грузится, то ли что-то размыли, то ли какая-то ерунда. Этот город достаточно далеко от Тамбова, он находится на перекрестии каких-то таких тоже, что-то типа дорог все равно. То есть это не, это не пристройка к Тамбову, да, это не такие вот города-пристройки, это такой, в принципе, небольшой, но, ну, понятно, что все равно он в области, но это не тот город, я думаю, в котором люди живут для того, чтобы ездить работать в Тамбов. Хотя, чем черт не шутит. На самом-то деле. А, там 100 километров, ну, уж не знаю. Обычно в таких городах остаются одни пенсионеры, молодежь поступает в областной центр, либо в Москву, в Питер, из таких городов. Ну, давайте сейчас посмотрим, узнаем, то есть, что здесь на самом деле. 15 лет зуб залили. Нихрена себе. Блин, вот что мне так, а, блин, сделали зуб, чтобы он держался у меня, да вообще, до конца дней. Какой-нибудь. Печаль. Блин, что-то долго пока идем, то есть, пока, пока войдешь в этот Маршанск, уже можно с ума с... Я опять почему-то не в том направлении иду. Что за херня вообще? Как так? Что мне... Он меня, по-моему, сам Гугл разворачивает. Ну, да, возможно. Дурацкие, к сожалению, Гугл. Так, ну что, давайте, вроде уже что-то нарисовывается, да. Дорога. Нормальный асфальт. Частный сектор. То есть, такой, как бы, сейчас пока что видно, такие, можно сказать, дома при стройке к дороге. Ну, такое они вот вызывают ощущение, да. Ну, то есть, если это трасса какая-то важная, по идее, вот, там, не знаю, что-то продавать, может, какие-то огурцы. Что-то вроде. Ну, то есть, как бы, я такие городки и такие поселочки обычно проезжал на машине, куда-то ехал. Веб-камера в БС не активирует гамму и оттенок. Ой, да потому что, ну, может быть, либо веб-камера такая, либо ОБС не хочет. Ну, то есть, надо, мне кажется, все равно такси импорт. Не патриотичное название, мне кажется, но ладно. Импорт. Разрушенные такие, ну, пожухлые старые домики. То есть, видимо, все-таки я склоняюсь действительно к тому, что здесь, скажем, в основном доживают... Какие-то вот такие старые жители этого города. Она, ну, есть камера, которая вообще, в принципе, не активирует, ну, в ОБС не работает у них эта функция. То есть, обрабатывать проще отдельно просто в фильтрах, чем в самой камере. Так, вон там что-то уже более-менее такое. Это более-менее, в принципе, приличные домики вот стоят такие здесь. Ну, довольно скучная дорога такая, я не знаю. То есть, он как-то, может быть, этот Маршанск все-таки как-то... Да что ж ты не можешь мне подальше открутиться, зараза такая? То есть, понимаете, в Яндексе нет его, но проще в Яндексе, реально. Яндекс.Маршанск. Так, карты. То есть, проще просто, вот я хочу посмотреть, мне проще так сделать. Обидно. Короче, Маршан... Марш... Шанчане. Маршанцы. Маршанск. Как интересно называется? Этнохороним, да, это называется? Кто там живет? Мор... Маршанцы, да. Маршанцы. Соберитесь там на митинг и потребуйте у Яндекса к вам приехать. И у вас не вот это уродливое говно, вот этот ущербный гугл, а все-таки... Ну, в общем, вы поняли, да. Ну, в сторону куда-то там Мурома, Новгорода как-то, ну, в принципе, что-то есть. Чуть-чуть как-то на дороге все равно он так как бы расположен. На реке, опять же, то же самое, как и любой нормальный город, естественно, строится на реке. Я не перестану никогда гореть с фильма «Огонь», в котором почему-то деревня была за 4 километра от реки. Что за чушь вообще полная? Что за бред сивой коровы? Может быть, все-таки есть панорама? Блин, ну почему так? Сакко Иванцетти. Интересное название улицы. А почему такое? Кто такие Сакко Иванцетти? Ну, вот как мне? Давайте вот так вот просто все в центр. Надоело уже, не могу эту дорогу смотреть. Абсолютно унылая дорога, абсолютная такая. И вот как бы вдоль нее строится прикольно, только если выходить из дома, торговать огурцами, там, не знаю, как-то. Вообще, в чем кайф жить прямо возле дороги, мне интересно? Зачем люди строят прямо возле живой дороги, по которой, возможно, чуть ли не все время гоняют люди? Какой-то что-то. Стильно, модно, современно. Не знаю, какого года эта съемка, но вот это, конечно, все... Ну, скажем так, вот этот фасад, да, это называется, это прекрасно своей отвратительностью. То есть, здесь абсолютно нет никакого дизайн-кода города, никакого запретов, ограничений. То есть, просто здесь стоит какой-то хлам, какой-то мангал сраный, какие-то угли, ведра. Решетка сделана здесь, здесь их нет, здесь пластиковые окна, здесь какое-то уродство, здесь налеплен какой-то ювелирная мастерская здесь рекламируется, хозяюшка, скидки там, вот, то есть, просто такой рекламный ужас, и это все, в принципе... Я так давно этого всего не видел, что у меня это вызывает ощущение какой-то такой забавной, вот эти вот стоячие хреновины, вот эти... То есть, такой какой-то эстетики отвратительного, я бы так это сказал. То есть, это полный, конечно, ужас, цирк, позор и зоосад, но... Но именно этим оно и прекрасно, то есть, такой вот своей просто ущербностью, выцветшими вот этими гадкими цветами, пожухлыми воротами какими-то, и, собственно, может быть, имеет смысл приехать в Моршанск именно за впечатлениями такими, то есть, возвратом в какое-то ужасное прошлое, какое-нибудь что-то в этом роде, и, как бы, понять, как похорошела Москва при Собянине, может быть, в этом прикол. Посуда на любой вкус. Интересно, какая посуда на вкус? Так. Понятно, даже не видно, что за реклама. А, там Маршанский, Маршанец идет. Так. Окна комфорта. Да, вот жить в таком доме, зато окна комфорта. Правильно. Так, или в таком. Ну, такое, вот, прям, как, не знаю, даже, прикольно. Ну, если это видеть 20 лет, например, всю жизнь, там, или 25, или 40, или 60, не дай боже, 80, то, конечно, блевать от этого начнет только так. Но, в целом, какое-то такое, не знаю, прикольно. Это центр, да? Я, по сути, где-то в центре города. Как такой вот рыночек такой, порешавшийся. Так, ну, вот, какой-то мемориал, наверное, что-то такое. Ну, спасибо, что на него не навешали рекламных плакатов. Вот, собственно, хоть здесь какой-то этот самый пресловутый дизайн-код. Ну, это даже не дизайн-код, это просто как-то, я не знаю уже, блин. Память-код, да, это просто здравый смысл-код. Вот он здесь сохранен. Двухэтажные такие постройки. То есть, город какой-то очень малоэтажный. Мне интересно, где у вас хотя бы пятиэтажки здесь? То есть, обычно в городе такого размера должны быть, ну, где-то должны быть пятиэтажки. А здесь как будто все здания двухэтажные, все какие-то непонятные. То ли они очень старые, то ли они, вот, то есть, очень забавно, почему одно прям отреставрировано, а другое нет. То есть, на самом деле, если вот так вот чуть-чуть отойти назад, вот так вот сфотографировать, еще назад немножко, да, как-то назад. Это отличный мем получится. То есть, вот прям, типа, моя девушка на фото в Инстаграм, моя девушка в жизни. Ну, что-то в этом роде, то есть, вот, я не знаю, как-то вот прям, как мемас какой-то такой нарисовывается. Типа, или, например, ну, Доги и Чимс, то есть, вот, Доги дом и Чимс дом. То есть, вот, дом сына маминой подруги и твой дом. Типа, дом Ерохина, дом Сычева. Дом, не знаю, короче, там. Ну, в общем, как-то забавно, мемно. Он здесь, конечно, облезлый такой. А хотя, знаете, прикольно. То есть, как бы, этот... Есть и просто эстетика переданная того времени, но при этом ухоженная. И вот тоже эстетика разрушенности какой-то в одном и том же месте. Забавно, на самом деле, прикольно, круто. Я это так воспринимаю. Шиномонтаж. Сход. Развал. Развал. Ой. Что там? Грант. Гр-ан-д. Понятно. Так. Ну, ритуальные услуги. Понятно. Город какой-то просто богом забытый, если честно. То есть, такое у меня ощущение от этого города. Я полагаю, там все-таки реально живут в основном пенисонеры, доживающие свой, так сказать, срок. То есть, в общем-то, кроме печали это место ничего не может вызвать. Скорее всего, это датационный город. И основной доход в экономику этого места вносят пенсии этих самых пенсионеров. И типа, может быть, даже государства такие города иногда бывает, что дороже обходятся просто их поддерживать, потому что все равно же надо как-то нанять какого-то мэра, как-то ему что-то платить. Как-то надо, все равно должны быть какие-то там администрации, полиция там и так далее. Налогов с города при этом там, ну, с внутреннего бюджета не хватает на это. Приходится покрывать из бюджета регионы. Вот. А потом люди из этих городов, ну вот, нашел пятиэтажки, ходят и рассказывают, что Москва просто доит всех, у всех украла деньги. Вот. Отвратительная, просто ужасная Москва. Ну вот, какие-то, кстати, чуть более новые дома нашел все-таки. Ну нет, немножко, значит, если есть новостройки, значит, есть и кто в них живет, по идее, должны быть. Ну какие-то они тоже некрасивые такие, вот какой-то гадкий серый такой цвет. Неприятный серый кирпич, неприятный оранжевый, еще более отвратительный, который я вообще не люблю. Прямо очень сильно, то есть, тоже все тухлое какое-то, тусклое такое, серое. Печально. Так, давайте быстренько в чат. Надо музыкалку в Моисея смотрю. Ну, в принципе, от Моисея можно даже больше пользы получить иногда. Но такое, если надо в музыкалку, наверное, надо в музыкалку, а не Моисея смотреть. Так, ну, ну такое, это вот типа, либо дача здесь может быть у кого-нибудь. То есть, я бы в таком городе, я бы один раз съездил посмотреть ради прикола, как вот петушевствие в очень такое богом забытое место. Trinity Cathedral in Morshansk. Видимо, какой-то собор троицы там этот Trinity Cathedral. Я всегда немножко угораю, как переводятся особенно всякие там церковно-славянские штуки на английский, потому что... А как переведешь? И причем надо понимать, это вот говорят, что ой, это тупые англичане. Непонятно, как это самое. Нет у них в языке таких слов, там еще что-то. Ребятки, все у них есть. Просто переводят-то на английский. Не англичане, а наши. А наши, к сожалению, перевести в святотроицкий, кроме как Trinity Cathedral. Боюсь, что... Ну, типа, еще я в маршанский, блин, пойди найди себе переводчика. Это все... Как бы, извините меня. Улица 8 марта, давайте посмотрим. О-о-о-о! Женственная очень улица такая, я вам так скажу. Замороженные продукты, он есть. Кормилец, цветы. Околица. Околица это... А, нет, это... Почта... Сириус! Ах вы твари какие! Сириус, это у вас мой ноутбук? А ну быстро отдавайте, козлы. О-о-о, Сириус нашел. Белорусские товары. А почему белорусские товары? Белорусские. Это, видимо, русские. Какие-то эти самые пиздец. Ну, короче. Что хочется посоветовать жителям Маршанск? Бегите из этой дыры. То есть, честно, непонятно, что вообще можно делать в этом городе. Какое можно получать удовольствие от жития в нем. Какая там работа может быть. И как вообще вы там. То есть, есть возможность, надо бежать. Нет возможности, старайтесь ее сделать себе. Извините за такое, не знаю. Цена там еще есть. Цена. Ну, только в цне плавать как бы остается. То есть, не хочется ни в коем случае обижать людей. Но я просто абсолютно не увидел даже, ну. Тут симпатично, кстати. На цне. Ну, опять же, вот один отреставрированный. Один какой-то пожухлый. Цена какая-то тоже странная. Очень какое-то как болото такое. Нет, люди даже как-то плавают в цне. Ну, ребят, честно, не знаю. Честно, мне кажется. Если есть возможность уехать, лучше уехать в другой город. Мне кажется так. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...